Всем привет, с вами канал 20FPS. Сегодня прокатимся на танке Т-44-100Р. Это подарочный танк от Ростелекома, который дают при подключении к тарифу игровой. Танк из себя ничего особенного не представляет. Обычная советская С-44-ка, только с экранами по бортам. Но, как говорится, на халяву и уксус сладкий. Основным его минусом является то, что у него пробить основным снарядом 183 мм. Если я не ошибаюсь, это как бы мало. Так как танк попадает к десяткам и без голды, без подкалиберов играть очень тяжело. Продаваясь бы он в премиум магазине за реальные деньги, покупать его бы не советовал. Так как фармить на нем то еще удовольствие. Ну а на халяву можно поставить топ-паек, зарядить голды и, скорее всего, в минус уходить не будешь. Играя в удовольствие. Конечно, при условии, если будешь наносить урон. Цель захвачена. Хотел проехать на нулевую линию, но вижу, что этот раэл ждет меня. Поэтому я решаю пытать по нему шок. Но засвечивают меня светляки, поэтому надо искать укрытие. Там подъезжает китайца 34-2. Наши светляки, скорее всего, не справятся, поэтому надо ехать им помогать. Начинаю двигаться. Проходит на ходу урон. То есть второй раз уже, что говорит о том, что стабилизация у танка есть. Нужно как-то их убивать. Забираю бульдога. Заряжаю голду, чтобы наверняка справиться с 34-2. Наверное, справился с ВВБшками, но так как я тут один, ошибаться мне нельзя. Нужно наносить фигуру на урон, что у меня не получается. И постараться сберечь свой хп, но проходит первый рикошет, второй рикошет. И я получаю вот эти две плюхи, которые можно не получить. Но все-таки китайцы забрали. Два фрага. Нужно отсветиться. И поедем дальше. Вижу, АТ-15 пачку объедет. Пытаюсь по нему пострелять. Стою, знаю, кто там пострелял. И, возможно, кто-то на бугре в квадрате G9 у них стоит. Поэтому к кустам близко не подъезжаю, держу дистанцию. Там ошибается. Рейл уезжает с бортом ко мне в чистое поле. Надо его убивать и пользоваться моментом. Порт хорошо, он пробивается с пляж 6-й дистанции в моем небольшом пробитии. АТ-15 тоже понял свою ошибку, начинает двигаться назад. Но это его уже не спасет. Забираем третий фраг. Счет 87, пока ничего не ясно. Решаю двигаться вперед. Думаю, что здесь никого нет. Громвель не светился. А вот засвечивается Ягдпантера 2. Тоже с ним бортом. Надо ловить момент. По максимуму нанести ей урон. Но она где-то прячется там за домами. И урон стабильно наносить не получается. Подойдем в гусеницу. Вот гусеница. Шотная. Хочется ее забрать. Но она понимает и стоит за домом. Жду, когда 25 попало, она ее подсветит. Но тут появляется Кромвель. 43 бросается на него. Но отхватывает, видимо, со всех сторон. КП у него быстро тает. Принимаю решение помочь ему, но не успевая. Кромвель пытается от меня убежать. И начинается карусель. Там стояла сверху сушка, она меня пугала. Видно, что ее забрали. Кромвель сдаваться не хочет. Начинаем мы с ним тут кружить. Я понимаю, что, скорее всего, я его не догоню. Но вот, ББР мне помогает. Я с поджогом на одной цели нашу урон. Все, Кромвель, забрали. Еще 12-12. Думаю, что нужно забрать сначала арту. 25 по ламжу. Должен жить там по максимуму. Подсветит мне, если что. Я еду искать арту. Скорее всего, она стоит в квадрате 9-0. Это их любимая позиция. В первую очередь едем туда. Да, вот она подсвечивается. И снова на воду. Еще есть поджога. И надеваем арту. Пять фрагов. Два поджога. Когда не надо выполнить СЛБЗ. И 25 пополам наш погибает. Остаюсь я и наша арта СУ-8. Нужно свечиваться. И занимать нашу половину. Пытаясь кого-нибудь засветить первого. Я знаю, что Яга шотная. Я для нее, скорее всего, тоже шотная. Так как средняя альфа у нее 490. Может она меня и сваншотить. Поэтому надо аккуратно после засвета сразу же уйти в укрытие. Еду специально по краю в надежде их подсветить. Если вдруг они приблизятся. И не понимаю, что они будут делать. Скорее всего, поедут на базу. Но, возможно, Яга и вернулась на свою базу. Ждать, встречать меня там. Еду по кромке. И вот У-29 засвечивается на нашей базе. Едет за нашей артой. И забирает ее. Все, я остаюсь один. Против двух танков. Теперь я знаю, что 29-й у нас на базе. Но, возможно, что Яга его где-то прикрывает. Я аккуратненько пытаюсь ее подсветить. Ничего не выходит. И принимаю решение ехать. Сближаться с ним. Скорее всего, он встал где-нибудь там за домами. И ждет меня. Два шота я, наверное, от него переживу. Но будем стараться не получать урон. Он меня до сих пор не засветил. Значит, скорее всего, меня с этой стороны не ждет. Будем надеяться на внезапность нашего появления. Да, вот он засвечивается. Стоит с отвернутой башкой. Шестой фраг. Воин. Отсвечиваемся сарайчиком на случай. Если Ягдпантера его прикрывает. И нужно снова рвать дистанцию и уходить. Пытаясь издалека просветить Ягдпантеру. Я снова не засветился. Значит, на первой-второй линии Яги нет. Нужно понять, где она может быть. Первый вариант, что она уехала встречать меня на базе. До сих пор там катается. Второй вариант, что она где-то на пятой-шестой линии. На краю деревни стоит. На девятую-нулевую линию она вряд ли поедет. Так что будем искать ее здесь, в деревне. Поджимаясь под горочку, здесь плесок. Маскировка, кстати, у танка неплохая. Есть шанс, что я здесь прячусь. Даже если она будет рядом. И снизу вверх. Мне будет проще ее убить. Аккуратно поднимаюсь. И жду, что вот-вот она появится. Возможно, она уехала к базе. Там стоит, ждет меня. Можно везде посмотреть. Сильно наверх не вылезаем. Чтобы была возможность спрятаться. Но никого не вижу. Су-8 пишет, что она в засаде. Скорее всего, так и есть. Будем искать ее на АБ линии. Но нет. Она встала на захватке. Им самым выдала свое местоположение. Теперь остается аккуратненько ее засветить. И гарантированно нанести урон. Помню, что она была шутная. Поэтому главное не промаснуться. И не получить урон первым. Ураг обнаружен. Я вот замечаю ее. Она стоит, тоже ждет на другой стороне. Цель укрой корпуса. И седьмой фраг. Победа. Смотрим результаты. Мастер. Основной калибр. Воин. Да, бой в топе, но... Тем не менее. Повторюсь, что танк не очень. И с десятками. Очень сложно там выживать. И тем более наносить урон. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Пока. Не забываем поставить лайк. И подписаться на канал, чтобы не пропустить следующие видео. Пока.